Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Брестском университете имени Пушкина прошло торжественное заседание Совета ВУЗа, на котором были отмечены креативные, активные и продуктивные ученые. 28 января накал страстей и волнений в Бресте прошла генеральная репетиция централизованного экзамена, который Министерство образования ввело с 2023 года. 80-летию снятия блокады Ленинграда посвящается. В Брестской крепости открылась выставка «Искра ленинградской победы». В эфире программа «Итоги недели». Мы начинаем. Уроки истории предотвращают злодеяния в будущем. Изучение истории Холокоста – это лучшая возможность предупредить другие подобного рода трагедии. В областном центре прошли мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. Традиционно в эту дату в Бресте неравнодушные люди собираются у мемориального знака, установленного в память о 34 тысячах евреях – узниках гетто. Общаются с молодежью, вспоминают о тех страшных, кровавых событиях, когда к концу июля 1941 года в Бресте было расстреляно около 5000 евреев. Трагедия Брестского гетто – это лишь одна из страниц истории массового уничтожения евреев фашистами. Для Бреста, половина населения которого было уничтожено фашистами в годы войны, Холокост стал беспрецедентной за всю тысячелетнюю историю трагедии. Прошло немало лет, но боль и ужас от жестокости карателей не утихает. Еще живы свидетели, пострадавшие в те страшные годы. Среди них Брещанка Инесса Кирилюк, Валентина Клим, Валентина Черненко. Все они, будучи детьми, оказались узницами нацистских концлагерей. Каждая из этих женщин в рамках мероприятия встретилась с учащимися учреждений образований и поделилась своей болью, которая до сих пор тревожит их. Холокост по праву считается одним из самых чудовищных и жестоких преступлений, которые когда-либо совершали с человеком. Сегодня очень трудно говорить о точных цифрах, но пока официальное число – 6 миллионов загубленных судеб. Цифра, за которой кроется боль, отчаяние и сломанные жизни. Коды страшных испытаний наложили особый отпечаток на судьбу каждого, кто прошел через этот ужас. Одна из тех, кому удалось выжить – Инесса Николаевна Кирилюк. Женщина, которая на своем веку повидала немало. Но самое тяжелое время выпало на детские годы. Об этом она рассказала молодежи Брестского колледжа связи на открытом диалоге. Воспоминания ужасные. Ужасные почему? Потому что именно когда ребенок… Я вот иногда смотрю на своих правнуков уже и думаю, боже мой, я же в таком возрасте такое прошла. Не дай бог, чтобы когда-нибудь такое случилось с ними. Конечно, это вспоминается детдом, это надзирательница немка. Тюрьма – это нас детей уже там не трогали, но когда вывезли вот в концлагерь, это опять-таки длинный барак, два этажа нары и надзирательница молодые немки. Дети, конечно, когда привозили после забора крови, дети просто молчали. Там тишина гробовая стояла. Но когда надо было забрать на этот забор крови, крик стоял ужасный. Ну, били, просто били плетками, а кто не успокаивался, их просто пристреливали. И поэтому остальные просто вели себя тихо, боялись, даже когда было больно после этих уколов. Придем, привезут нас, бросят на нары. Ну, плакали, конечно, но тихо. Громко плакать было нельзя, потому что это наказание не везло. Концлагерь Моунтхаузен. Периметр в 6 километров огороженной колючей проволокой стал для евреев адом, в котором приходилось выживать. Спустя год тех, кто сумел выстоять, несмотря на нечеловеческие условия, расстреляли. Даже спустя время современному человеку невозможно сдержать слез, вспоминая погибших. Эту боль до сих пор чувствует весь еврейский народ. Ведь их предков не просто пытались уничтожить. Каратели заранее расправлялись с памятью, надеясь, что никто не сможет выжить в аду. Инесса Кирилюк рассказывает все с болью в глазах и считает, что родилась под счастливой звездой. Столько раз находилась между жизнью и смертью и выжила. По началу это была жуткая боль. Вот эти воспоминания, во-первых, меня привезли очень больной. Я еще полгода в Минске восстанавливалась, я сама минчанка. И это был так, то дом, то больница, то санаторный лагерь. Вот целых полгода меня лечили, потому что у меня легкие были просто никакие. И когда на рентгене меня просветили уже в Минске, говорят, а что с вами делали? То есть у меня легкие, на легких большие спайки. Но эти спайки остались на всю жизнь. Но уже было. То, что пережил, это незабываемо. Это просто незабываемо. Но душевные раны, они затухают немножко. И боли такие. Все это затухает. После всего услышанного и увиденного учащейся колледжа еще больше понимают, как важно знать историю, беречь ее, помнить о том, что происходило. И об этом нам напоминает и год исторической памяти, и 2023, который объявлен годом мира и созидания. Молодежи очень важно знать об этой теме. Как минимум, чтобы это не повторилось. Но проблема в том, что сейчас молодежь заботит больше другие проблемы. Все-таки из-за этой эротехнологий, погони за успехом, мы просто не успеваем оградываться назад и извлекать из этого уроки. Я считаю, что просто необходимо в школах, в университетах, в учебных заведениях больше говорить об этом. И не просто, чтобы мы пришли, послушали и ушли, а чтобы мы больше в это вовлекались. То есть, видеть это, вот как сейчас, например, приглашать таких людей, которые могут рассказать историю свою, чтобы это было на примерах личных историй, а не просто как-то статистика ее фактов. Вызывает какой-то ужас о сожжении людей. Также очень популярна история, которую чаще всего, наверное, берут пример. Это история об деревне Хатынь. Для молодежи как раз-таки важен вот этот контакт с человеком, который все это прожил. И это больше имеет значение, чем какие-то те же данные статистические. В День памяти жертв Холокоста, дань памяти погибшим от рук нацистов, отдают представители органов власти и общественных организаций, студенты и школьники. Памятные мероприятия состоялись и в средней школе номер 20 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Ведь сегодня молодежи как никогда важно помнить, знать и говорить о тех зверствах, которые для многих белорусов стали личной болью. Множество сел и деревень уничтожено карателями, оборванные истории тысячи семей. Собрали весь, всех людей и хотели расстрелять вместе с нами. А в 42-м году мы уже попали в гетто немецкое, в этих самых чернавчицах. И там мы были два года, по-моему. На встрече с учащимися 20-й школы города Бреста малолетние узницы канцлагерей рассказали об ужасах, которые им удалось пережить. О том, что никогда нельзя забывать. Собрали всех евреев в Бавре. Это был очень большой такой поселок, где жили евреи. Их вели, но никто не знал куда. Их вели на расстрел. В этих воспоминаниях много боли и страданий. Вторая мировая была не просто войной. Она стала истреблением не только еврейского народа, но и славянского. Священный долг всех белорусов – помнить самим об этих событиях, а также не давать другим забывать. Или тем более искажать правду об истории нашей страны. Эта трагедия Великой Отечественной войны глубокой болью отзывается в сердцах многих поколений белорусов. Без памяти об этом жить нельзя. Мы помним. Чулочки тоже снять, и не дядя. Не упрекали, не грозя. Смотрели словно душу глядя. Трехлетние девочки глаза. Чулочки упрекли. Но сметение на миг эсэсуется днями. Рука с собой в мгновение вдруг опускает автомат. Для меня эта тема такая очень волнующая. Это, конечно, очень страшно. И очень не хочется, чтобы такое повторилось. Никакие книги интернет не передадут тех эмоций, вот как настоящие люди. Как нам сейчас рассказывали, они даже не могли сдержать слез, когда рассказывали это. Ну и мне кажется, это важно. Это более воспринимается, когда ты слушаешь такого человека и видишь его эмоции. Надо ценить в любом случае историю, потому что Холкост – это как часть истории, что мы не должны об этом забывать. Действительно страшно читать, слышать рассказы о том, что было. Когда ты слышишь из уст людей, которые это все пережили, это намного ценнее. Когда ты, нежели читаешь где-то, слушаешь, это намного ценнее. Ты видишь эти эмоции, которые человек показывает, видишь весь страх и боль в глазах. Цветы – знак скорби о жертвах фашизма. Возложили ученики и педагоги школы у памятника узникам Брестского гетто. Ведь вспоминая эту дату, мы делаем шаг к миру и согласию во всем мире. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Ежегодно в последнее воскресенье января в нашей стране отмечается День белорусской науки, официально установленный в 1993 году. Мероприятия, приуроченные к этому событию, проходят по всей стране. А в Брестском государственном университете имени Пушкина ему посвящена целая неделя науки. В ее рамках было организовано 17 разноплановых мероприятий, среди которых выставки научных работ, опубликованных учеными ВУЗа, круглые столы, семинары и презентации. Одним из ключевых событий недели науки стало торжественное заседание Совета ВУЗа, где по итогам работы за прошлый год наградили лучших ученых. На базе Брестского государственного университета имени Пушкина долгие годы существует научно-исследовательская лаборатория. Здесь под чутким руководством человека, по-настоящему увлеченного и способного пробудить интерес в молодом поколении, профессора кафедры русской литературы и журналистики Инны Швет, студенты изучают богатый и удивительный мир фольклористики и краеведения. Мы занимаемся и сбиранием фольклора, и его анализом, и систематизацией. Мы занимаемся краезнавством у широким значения. У нас працуют наибольшие филологи, и мы тому таким филологичным краезнавством занимаемся. Мы со студентами в вынику опубликовали целую серию монографий. Практично по каждому, в этой программе по вынику есть монография. Мы со студентами, со авторами серьезных монографий с Академией наук, с БРДУ и иншими университетами краины. У меня студенты и я опубликуемся и в замежных монографиях, коллективных монографиях. Кроме этого, мы опубликуемся в ваковских выданиях. На филологическом факультете также активно и плодотворно работает научно-исследовательская школа. Ее история началась с Владимира Андреевича Колесника, первого профессора Брещины. И сегодня, сохраняя лучшие традиции, его последователи занимаются серьезными фундаментальными исследованиями под руководством опытного и мудрого наставника, доктора филологических наук, профессора кафедры белорусской филологии Зои Мельниковой. Наша науковая школа мае великие здобытки у галине створения подручников по белорусской литературе. Починаючись с 90-х годов, уже минулого стагодзя, регулярно выдаются подручники, учебные допоможники, методичные допоможники для всех школ Республики Беларусь. Сегодня, как раз у дни белорусской науки, у нас отбылась оборона магистрских диссертаций. Молодые филологи, молодые навуковцы, три их, сегодня оборонили близко свое науковое доследование по литературе-знаустве. Эти и другие достижения в научной деятельности отметили в торжественной обстановке на традиционном совете университета. В 2022 году его представителями была защищена одна докторская диссертация по высшей алгебре и пять кандидатских диссертаций. А результаты своих исследований преподаватели вуза опубликовали в 147 статьях перечня высшей аттестационной комиссии. Как известно, университет решает три задачи. Понятно, что это подготовка конкурентоспособного специалиста, но это возможно только в совокупности решения трех важных задач. Это образовательные задачи, потом научно-исследовательские и воспитательные задачи. И, конечно, одна из составляющих в работе университета – это научная работа и преподавателей, и студентов. Я хочу сказать, что за этот год, конечно, сделано очень многое. Сегодня на совете университета, это каждый год такой традиционный совет, когда подводят итоги научно-исследовательской и учебно-методической воспитательной работы в университете. У нас после этого есть такое правило. Мы на доску почета помещаем фотографии тех преподавателей и сотрудников, которые достигли больших результатов. В адрес талантливых профессионалов и исследователей на Ниве науки в этот день прозвучало немало теплых слов. Но главное, что отличает этих людей, это то, что каждый из них не только по-настоящему увлечен своей работой, но также искренне заинтересован в раскрытии потенциала студентов. Я считаю, что мне очень повезло в жизни. У меня были хорошие учителя, которые сразу, еще на втором курсе учебы, сказали, как надо работать, что надо делать, и во всем поддерживали. Поэтому вот эта вот практика перешла и в мою научную деятельность. В первую очередь мы в настоящее время более активно занимаемся городскими исследованиями. Если мы будем говорить про Брест, то у нас есть много очень широких проектов, над которыми несколько студентов работали. Например, проект «Зеленый Брест». Это и зеленые территории города, и особо охраняемая природная территория. У нас проект по историко-культурным достопримечательностям. У нас есть совместные работы географов и биологов, например, по изучению качества воды, микропластик и загрязняющие вещества в воде. На данный момент в Брестском государственном университете имени Пушкина 53% преподавателей с учеными степенями и званиями. Ежегодно результаты научной деятельности представителей вуза притворяются во множество монографий, учебников, учебных пособий и сборников научных трудов. А научно-практические мероприятия, конференции и семинары являются неотъемлемой и важной частью жизни и развития университета. Многогранная научная деятельность, проводимая в учреждении образования круглый год, служит залогом значительных успехов. А значит, у его преподавателей и студентов впереди еще не одна покоренная вершина в науке. По-настоящему волнительным сегодняшний день выдался для выпускников средних учебных заведений этого года. По всей Беларуси прошла генеральная репетиция централизованного экзамена, который Министерство образования ввело с 2023 года. Всего в Брестской области испытания прошли порядка 9,5 тысяч учащихся. Большая часть из них относится к московскому району Бреста. Наши корреспонденты побывали на одном из пунктов сдачи централизованного экзамена – это Брестский государственный технический университет – и спешат поделиться информацией и впечатлениями. Накал волнения у Брестского государственного технического университета чувствовался уже у входа. Сюда с самого утра организованными группами прибывали 11-классники в сопровождении преподавателей. Условия максимально приближены к реальному централизованному экзамену, поэтому и волнение самое настоящее. Это как бы проба, но все равно чувствуется волнение, потому что все-таки как-то страшно, волнуешься. Я выбрала физику. Вообще практически все волнуются, ну понятно почему. Кто-то волнуется больше, кто-то меньше, кто-то скрывает, кто-то как бы, ну, больше этого дается наружу. Для многих это будет, ну, как бы, тех, кто сильно волнуется, будет большой плюс. Готовился? К математике, да, ну так повторял чуть. Куда будешь поступать? Сюда, в политех. На входе в здание строгий контроль. Внутри съемки запрещены, в аудиторию не разрешат принести ничего лишнего. С собой только пропуск. Две черные гелевые ручки, паспорт, маска и вода без этикетки. Я сегодня с собой взяла на централизованный экзамен по биологии, ручку гелевую, черную, две там еще одна у меня в сумочке. Потом паспорт, маску. Волнуешься? Немножко, да. На какой балл рассчитываешь? Ой, ну, хотелось бы где-нибудь на 60, на 70. Удачи тебе. Спасибо. Генеральная репетиция централизованного экзамена была проведена сегодня не только в Бресте, но и по всей республике. Всего по Беларуси 144 пунктов проведения экзамена. В Брестской области определены 17 пунктов централизованного экзамена. Это 4 наших университета, 8 колледжей. И в тех городах, где нет университетов и колледжей, либо недостаточно мест, для всех выпускников района пункты проведения экзамена организованы в учреждениях общего среднего образования в школах и гимназиях. Конечно, мы постарались оптимизировать форму проведения централизованного экзамена. Если говорить о том, что в прошлом учебном году ребята сдавали 4 выпускных экзамена, 4 централизованных тестирования для поступления в учреждения высшего образования, то в этом году им придется сдавать всего лишь 3 экзамена. Два из них централизованных экзамена и третий по профильному предмету выбирают предмет в качестве централизованного тестирования. При зачислении в ВУЗы теперь будут учитываться результаты двух централизованных экзаменов, одного централизованного тестирования и среднего балла аттестата. Плюсы и минусы вступительной кампании образца 2023 будут оценены позже. Пока много вопросов. Я считаю, очень важно все-таки помогать, примерно определить, что будет уже на готовом этапе, на готовом тестировании. Куда будешь поступать, на какую специально? А поступать? Ну, вот это большие сомнения. Очень неудобно сделали, что типа нужно только одну специальность и в один университет. Ну, как бы поэтому сейчас нужно очень быстро как-то определиться, куда именно. Ну, вообще я очень метаюсь еще. Если раньше можно было в несколько заведений одновременно подать документы, и там уже как бы можно уже что-то представлять из себя, то тут просто пал либо пропал. Ну, как-то это не прикольно. Результаты своего пробного испытания ребята смогут узнать через 2-3 недели. У них будет время учесть недочеты и подтянуть знания. Распорядок дня многих современных школьников сейчас выглядит как список дел не начинающего, а уже давно работающего человека. Школьные уроки, кружки и различные секции, музыкальное занятие и домашняя работа. Такой ритм жизни далеко не каждый ребенок способен выдержать без негативных последствий для здоровья. Однако при грамотном распределении силы времени, а также внимания со стороны родителей, большинство потенциальных угроз может быть нейтрализовано. На помощь мамам и папам всегда готовы прийти врачи, педагоги и руководство учреждений образования. В нашем сюжете на примере средней школы номер 11 мы расскажем, как сохранить здоровье детей, чтобы уроки в школе были продуктивными, как должно выглядеть рабочее место школьника и как правильно отдохнуть на уроке. Несмотря на появление новейших технологий, врачи не в силах предотвратить многие болезни. Но люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, с проблемой психофизического развития не должны быть ограничены в общении. В нашей стране существует образовательное учреждение с интегрированным обучением. Одним из таких в городе Бресте является 11-я средняя школа. С момента открытия здесь уже функционируют 13 интегрированных классов, которые наряду с обычной программой предусматривают обучение по специальной программе. Сегодня в школе помимо здоровых ребят учатся порядка 180 детей с особенностями. Из них 29 с проблемами опорно-двигательного аппарата. Есть еще у нас особая категория детей. Это дети с особенностями психофизического развития, для которых в нашей школе созданы, наверное, одни из лучших условий не только в городе, но и в республике и в области. Это, вы видели, подъемники на входах, это лифты, это специально оборудованные гардеробы для этих детей, санитарные узлы для этих детей. Соответственно, в классах, там, где занимаются классы интегрированного и специального обучения, под доской есть специальные рейки. Мы их делали вместе, совместно с родителями, так, чтобы деткам, у которых заболеваемость опорно-двигательного аппарата, можно было ручкой держаться. У нас есть возможность помогать этим детям и по физической культуре. У нас есть зал адаптивной физкультуры, и у нас есть сенсорные комнаты, в которых дети могут получить дополнительную помощь педагогов-психологов. Но в школе заботятся о здоровье всех детей, о их учебном заведении 1700, стараясь сохранить его у всех и у каждого. «Береги здоровье с молоду» – так можно перефразировать известную пословицу. А потому в школе учтены все категории нарушения здоровья детей. Ухудшение зрения, искривление позвоночника или сколиоз – это один из самых распространенных заболеваний, которые в настоящее время выявляют у школьников. Неверно подобранный рюкзак с неравномерной нагрузкой на спину, неправильное положение при чтении, письме, постоянное общение с гаджетами. И это еще не полный перечень причин, из-за которых далеко не каждый школьник может похвастаться королевской осанкой и орлиным зрением. Как отметила детский врач-ортопед, это не только ухудшает внешний вид, но и влияет на внутренние органы. За день мы принимаем в среднем 20-30 человек, ну это минимум, то есть 30 плюс. Из них практически половина детей – это либо нарушение осанки, либо уже ухудшение состояния, это сколиоз, либо другие деформации позвоночника. Сейчас дети очень много времени проводят без присмотра, то есть они сидят в компьютерах, в телефонах, в школах, тоже там за ними, за всеми следить невозможно. И чаще всего не все дети сидят на тех партах, на которых им показано сидеть по своему диагнозу, потому что их слишком много. То есть у кого-то сколиоз правосторонний, у кого-то левосторонний, и они всегда это могут преподавать или проконтролировать. В средней школе номер 11 рабочее место школьника оборудовано всем необходимым, чтобы сохранить остроту зрения и осанку ребят. Поверхность стола наклонная, стул эргономичный, ну и, конечно же, хорошее правильное освещение. Есть определенные санитарно-эпидемические требования, согласно которым парты имеют отметочку ростовую. То есть в каждом классе есть маркировка парт в зависимости от роста детей и в зависимости от их заболеваемости. То есть те дети, которые имеют заболевание глаз и заболевание спины, у них есть определенные рекомендации медицинские, которые указаны в медицинских справках по рассадке детей. И, соответственно, вот учителя данные требования должны соблюдать в рассадке детей. Помимо правильно оборудованного места, не стоит забывать и про отдых ребят на уроках. Ведь за довольно продолжительное время у ребят помладше теряется концентрация внимания. Устают мозг, руки, спина, глаза. Пропадает интерес к материалу. Накопившаяся усталость может вызвать отклонение в состоянии здоровья. Пример тому – нарушение осанки зрения. Поэтому, чтобы работа на уроке была продуктивной, а дети здоровыми, важно наличие физкультминуток. Большой полнонтодори. Большой полнонтодор. А потом еще кружочек. Триугольный колпачок. Сегодня мы знаем, что главное в жизни – это здоровье, и его нужно беречь. В школе мы постоянно чувствуем заботу о нас. Учителя говорят – не сутультесь, сидите прямо, кабинет проветривайте. На каждом уроке у нас проходят физкультминутки. Мы можем танцевать, делать пальчиковую разминку или зарядку для глаз. Мы можем перенапрячься, и у нас может упасть зрение. Потом, если мы не отдохнем, потом уже может болеть голова. Не так давно у меня ухудшилось зрение, поэтому я и нашу очки. У меня устают глаза, когда мы делаем упражнения или читаем, и мы делаем физкульт-минутку. Такие физкульт-минутки, которые нам проводят преподаватели, я делаю дома. В наши дни причиной перенапряжения глаз у детей становится также раннее использование гаджетов, смартфонов, планшетов, компьютеров. Особенно вредны планшеты и смартфоны для малышей дошкольного возраста. Поэтому врачи советуют гаджеты запретить детям до 5 лет. Дошколят, я вообще запрещаю телефоны от слова совсем. Телевизор, планшет, либо компьютер может быть, но в пределах разумного. Здесь идет вред от размера экрана. То есть по уменьшению телевизор наименее вреден, компьютер, планшет, телефон – это самый такой гаджет, который, скажем так, на зрение влияет очень сильно. Потому что это мелко, близко и обычно долго. Вот, значит, более старшим деткам разрешают час-полтора в день экранного времени. Сюда входит и телефон, и телевизор, и планшет. Но, всегда говорю, делать перерывы, не засиживаться. То есть не сел, полтора часа просидел, а каждые 20 минут необходимо сменить род деятельности, сходить, как я говорю, попить чайку на кухню, помочь маме помыть посуду, либо посмотреть, встать в окошко, вблизь, вдаль, либо на какие-то отдаленные объекты в комнате. Большая ответственность в деле сохранения и улучшения здоровья детей, безусловно, лежит на плечах врачей-специалистов. Потому, если есть та или иная проблема, или просто проверка состояния ребенка в мерах профилактики, стоит обратиться к профессионалам. Обязательные осмотры офтальмолога детей, это обязательно до года, потом в возрасте 2-3 лет, ну, грубо говоря, перед садом, и обязательно в возрасте 6 лет, 5-6, это перед школой, это офтальмолог. Остроту зрения проверяем мы каждый год, вот, то есть раз в год ребеночек должен ходить, проверять остроту зрения. Более углубленные осмотры, вот в эти временные промежутки. Контролировать, как ребенок сидит со столом, делает уроки, или кушает. Если сильно сутулиться, то почаще напоминать, чтобы он выпрямлял свою спину. И если уже есть сколиоз, уже поставленный диагноз, то тогда контролировать это нужно раз в полгода приходить на прием в поликлинику, процедуры, лечебная физкультура и массаж. Если соблюдать все вышеперечисленные правила, тогда ваш ребенок будет иметь красивую осанку и стопроцентное зрение. И будет здоров. Все дальше и дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. Но по-прежнему потомки героев, прошедших через годы мучительных испытаний, наполненных голодом и смертью, говорят. Никто не забыт и ничто не забыто. Невозможно вычеркнуть из памяти и стереть из истории дни блокады Ленинграда. Вопреки голоду и страху смерти, мужественный и героический город сумел выйти победителем из этой смертельной осады. А 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от вражеской блокады. Фотодокументальная выставка «Искра ленинградской победы», приуроченная к 80-летию этой памятной даты, открылась в Брестской крепости. Подробности в сюжете выпуска. Военная блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками, а также их союзниками, длилась на протяжении почти 900 дней и стала самой суровой в истории человечества. Голод, холод, отсутствие воды в домах из-за постоянных бомбёжек поставили людей на грань выживания, но не сломили и не заставили склонить головы перед врагом. Они мужественно жили, работали и сражались. 900 дней и ночей, когда жители города боролись не на жизнь, а на смерть за свой город, не может никого оставить равнодушным. Их подвиг бессмертен. Люди жили в суровых условиях во время бомбёжек, голода, холода, но они жили во имя будущей победы над фашизмом. В память великого подвига, который удалось совершить нашим предкам, в Брестской крепости открылась выставка, приуроченная к 80-й годовщине прорыва блокады города на Неве, материалы для которой были предоставлены из фондов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Героизм защитников Брестской крепости, героизм защитников Ленинграда и жителей города Ленинграда тоже нас как-то объединило. И, наверное, не наверное, я в этом убеждён, что наш мемориальный комплекс музея обороны не мог пройти мимо достойной даты в истории нашей Красной Армии, в истории нашего общего Отечества. Это важно, в первую очередь, молодому поколению. Я приводил такие слова из Роберта Рождественского. Это нужно не мёртвым, это надо живым. Валерий Касатонов – один из тех, кому удалось выжить в блокадном Ленинграде. В это время он был ещё ребёнком. Я ходил в детский сад. Там читали нам книжки. Основное занятие было – это читали книжки. Был у нас обед. После обеда обязательно вот это «Мёртвый час», так называемый, отдыхать все. С 41-го на 42-й год была у нас ёлка. Мы сами украсили её, знаете, такие вот цепочечки сделали сами. Вот был Дед Мороз, свежурочка была. И нам выдали подарки. Да, это два печеница, два печеница, три кусочка сахара, горсть семечек и один маленький мандаринчик. Как довезли вот в 30-ти градусные морозы мандарины, я и получил. Но нам сказали, ребята, заберите пакетики за пазуху, чтобы вас не отняли. Рассказывая о времени блокады, Валерий Фёдорович не любит вспоминать о её ужасах, предпочитая говорить о силе духа ленинградцев и о том, что помогло выжить и победить. Вы представьте себе, там была коллекция зёрен, собранная Вавиловым академиком. И ни один сотрудник не покусился из этого зерна сварить, допустим, кашу. Они умирали, сохраняя вот это вот мировое наследие. Это внутри у человека находится. Люди приходили в Эрмитаж, работали в Эрмитаже. Люди писали седьмую симфонию, Шостакович начал писать в Ленинграде. Люди листовали, писали картины. На открытии выставки было многое сказано о том времени и о подвиге людей. Но ещё больше об этом, а также о героизме бойцов Красной Армии расскажет её экспозиция. Здесь собраны интересные факты о ходе боёв под Ленинградом, жизни города в условиях блокады, богатый фотографический материал. Всё это впечатляет и заставляет осмыслить события блокады и её прорыва не только взрослых, но и молодое поколение. Для меня это очень значимое событие для Великой Отечественной войны, так как жители Ленинграда дали нам победу, несмотря на голод, мороз. Она очень важна для двух народов сразу и вообще для всей истории Великой Отечественной войны, потому что участники этой битвы показали очень потрясающее мужество. Меня вдохновила их отвага, и я бы хотела быть на них похожей. Благодаря таким мероприятиям память о подвиге советских людей навсегда останется в сердцах поколений. Посетить выставку в Музее обороны Брестской крепости все желающие смогут до конца февраля. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук-ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова